Известно, что чудесные явления случаются не только в православной церкви. Колдуны, экстрасенсы, последователи других религий могут указывать на различные знамени, предсказания, исцеления и прочие явления, случающиеся в их среде. Есть люди, которые считают, что вот это является доказательством того, что Бог действует во всех религиях и так далее. Однако православные христиане знают о том, что сам сатана может принимать вид ангела света и не все чудеса от Бога, но могут совершаться чудеса и англесовской силой, это описывается и в состязании Моисея с египетскими жрецами, еще в большей степени это говорится в священном писании, когда описываются чудеса, которые совершит антихрист в конце времен. Чтобы правильно понимать это явление, нужно обратить внимание на то, что святые отцы говорили о нем. В частности, преподобный Иоанн Кассиан писал «Весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, изгоняют демонов, творят великие чудеса, так что даже силы исцеления исходят иногда от недостойных и грешных. Исцеления такого рода бывают по обольщению и ущущрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может производить иногда удивительные действия, через это увлекаются к подражанию его порокам и нечестью и открывается пространный путь уничижения и поношения святости в христианской религии». Легче всего, впадая в такую ловушку дьявола, те люди, чье сердце обращено к земному и временному, и для которых сама религия имеет значение только лишь как средство для достижения своих конкретных земных целей. И вот, собственно говоря, они особенно падки именно на такого рода чудеса, которые помогают в этом, и как раз такого рода чудеса бесы и предоставляют. Прежде всего, конечно, таких людей впечатляет прозорливость, а именно когда человек, которого ты впервые видишь в своей жизни, вдруг начинает рассказывать тебе какие-то вещи, которых, кажется, никто посторонний знать не должен. Это, конечно, производит большое впечатление. Например, та же самая Ванга, например, этим занималась, но и не только она. Но святые отцы издавна описывали то, как бесы имитируют вот эту прозорливость. «Приметил я, пишет преподобный Иоанн Лесточник, что бес тщеславия, внушив одному брату помыслы, в то же время открывает их другому, которого подстрекает объявить первому брату, что у него на сердце, и через то ублажает его, как прозорливца». Нужно понимать, что дьявол не знает, как таковые мысли человека, однако может догадываться о них по внешним признакам, как или, допустим, опытные физиогномисты могут читать, условно говоря, человека, предполагая и догадываясь о том, что у него на уме в тот или иной момент. Также, конечно, дьявол хорошо знает те мысли, которые он сам пытается вложить в голову человеку. И вот, оперируя этим, дьявол и создает видимость прозорливости. Что же касается других знаний, полученных свежеестественным образом, то о них повествует такая история из Древнего Потерика. «Некоторые братья пришли к Ави Антонию рассказать ему о некоторых явлениях, которые они видели, и узнать от него, истинны ли они были, или от демонов. С ними был осел, и он умер по дороге. Как только они пришли к старцу, он, предварив их, сказал, «Отчего у вас на дороге пал осел?» Братья спросили его, «Как ты узнал об этом, Авва?» «Демоны показали мне», – отвечал старец. Тогда братья говорят, «Мы об этом-то и пришли спросить. Мы видим явления, и они часто бывают истинны. Не заблуждаемся ли мы?» Так старец на примере осла показал им, что они происходят от демонов. Второй очень популярный тип чудес – это предсказания. Дьявол не знает будущего, поскольку он является частью тварной реальности, этого мира, который живет в времени. И для дьявола также есть прошлое, настоящее и будущее. И будущего он не знает. Только один бог, который находится вне времени, знает точность будущее. И он может открывать из этого будущего нечто для истинных пророков. Дьявол же этого не знает. Однако дьявол может строить прогнозы на основании того, что он знает о мире. Точно так же, как люди могут давать иногда очень точные прогнозы. Также он, конечно, знает о тех действиях, которые он сам собирается совершить. И в этом смысле тоже это может выглядеть как предсказание будущего. Но точно так же и мы, допустим, можем построить план на завтра или на следующий год и выполнить его, и формально это будет предсказание. Но это не знание будущего. Проподобный Иоанн Лествичник говорит, что дьявол ничего не знает о будущем. Однако старается сделать иллюзию о том, что он знает о будущем. И, собственно говоря, к чему это приводит? Это приводит к тому, что, как и любой прогноз, что-то сбывается, а что-то не сбывается. Как, опять-таки, у той же Ванги, о которой я упоминал ранее, сбывалось там порядка 50% ее предсказаний. А оставшаяся половина не сбывалась. А в том случае, когда мы говорим о пророке, который знает от Бога будущее, то здесь уже 100% знание, а не гадание, не предположение, не прогноз или план. Люди могут довольно точные прогнозы давать о том, что произойдет в ближайшее к ним время. Но чем более далекое время они пытаются прогнозировать, тем больше шансов того, что они ошибутся. Поэтому, с одной стороны, можем видеть очень точные прогнозы, сказанные на ближайшее время. И, с другой стороны, попытки предсказаний на отдаленное будущее очень часто оказываются провалом. Та же самая проблема и у дьявола. Чем дальше время, тем больше переменных, тем сложнее угадать. А вот, если мы посмотрим в Священном Писании, то мы увидим такие предсказания, которые сбылись в точности. Как, например, предсказания Богородицы о том, что будут ее ублажать все роды, то есть все поколения. Или, например, предсказания Христа о женщине, которую вызвала благовоние на его главу. Истинно говорю вам, где не будет проповеданное Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Эти слова содержатся в манускруте П-64, написанном во II веке, то есть в то время, когда христианство было еще небольшой, гонимой группой, и никто не мог предполагать, что оно действительно будет проповедано во всем мире. Но все сбылось в точности, причем много столетий спустя, после того, как эти слова были произнесены и записаны, когда были открыты другие части света. И сейчас мы видим исполнение этого пророчества. И Евангелие проповедано во всех частях света, и история об этой женщине сохранилась и проповедуется также в составе Евангелия. Третий, может быть, самый популярный вид чудес – это исцеление. А святые отцы говорят о том, что бесы не могут исцелить всякую болезнь, и не могут, например, исцелить увечья, не могут восстановить утраченную часть тела. Они могут исцелять только те болезни, которые сами же и наслали на человека. Как говорит святой Юстин, философ, Подобным же образом объяснял языческие чудеса, исцеление и священномученик Киприан Карфагенский. И надо сказать, что у христианина во время тяжелой болезни иногда возникает соблазн, может быть, обратиться как раз вот к разным бабкам, экстрасенсам, гуру, каким-нибудь амулетам, заговорам, ритуалам других религий. Против этого соблазна священное писание говорит. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умершим, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечаете, не должен ли народ обращаться к своему Богу? А святитель Анзеллатоуст пишет. Когда ты подвергнешься такой болезни, многие будут понуждать тебя в легче страдания, одни заклинаниями, другие амулетами, третьи какими-нибудь чернодейными средствами, а ты ради страха Божия мужественно и твердо перенесешь тяжесть болезни, и предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться сделать что-либо подобное, это доставит тебе в венец мученичества. В другом месте он говорит, ты ищешь у демонов исцеление? Они не щадят души, неужели, скажи мне, пощадят тело? Неужели хочешь врачевать тело, чтобы погубить душу? Демоны не исцеляют. Если же иногда по попущению Божию сделают они какое исцеление, как и люди, то такое попущение бывает для твоего испытания, чтобы ты научился не принимать от демонов и исцеления. Пусть будем мы больны, лучше остаться больным, нежели для освобождения от болезни впасть в нечестие. Демон, если его врачует, больше повредит, нежели принесет пользу. Пусть демон тысячу раз обещает избавить тебя от постигших тебя зол. Не склоняйся, не уступай. Решись лучше перенести болезнь, нежели потерять веру и спасение твоей души. Мой друг, священник Даниил Сысоев, рассказывал мне о том наблюдении, которое он составил, когда трудился многие годы в душевопедительском центре, принимая людей, пострадавших от оккультизма. Он говорил, что в тех случаях, когда и происходит исцеление от бесов, этот эффект исцеления длится ровно до того момента, пока исцелившийся не расскажет о нем кому-то еще, чтобы привлечь его на этот путь. А после этого старая исцеленная болезнь возвращалась. Известны также случаи, когда вместо исцелившейся исцеленной болезни приходили новые, более тяжкие. Иногда это приводило и к другим тяжелым последствиям. Например, мать, которая водила к бабкам сына, чтобы избавить ее от болезни, получала просимое, он выздоравливал, а затем впадал в депрессию и в результате кончался самоубийством. Были также и очень часто случаи, когда после этих так называемых исцелений человек становился одержимым, то есть бесноватым. Но нередко вообще никакого исцеления не происходит и получается, что люди берут на душу смертный грех и не получают даже временной и призрачной пользы. Четвертый вид чудес – это знамение и незление. На легковерных людей это особенно производит впечатление, какие-нибудь явления необычные, сверхъестественные видения. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, есть разница между чудесами нашей веры и чудесами других вероисповеданий. И хаджа совершает чудеса различными магическими способами. Он добивается, чтобы видели свет. В то время как мы, когда дьявол показывает нам свет и посылает сияние, показываем ему спину. Мы ищем чудо от Бога и не общаемся с дьяволом. Православными людьми почитаются нетледные мощи святых угодников Божиих. Но при этом нужно сказать, что примеры сохранения тела после смерти встречаются и в других религиях. Я лично видел в Индии, когда были сохраняющиеся там останки известного католического миссионера Франциска Ксавьера. И частично они не сохранились, разложились, а частично они сохранились нетленными. Известно также и пример Ламы Этегелова. Конечно, если даже люто могут обеспечивать нетление тел умерших, как мы видим на примере древних египетских мумий или мумифицированных тел коммунистических вождей, то для бесов здесь нет совершенно ничего невозможного или даже трудного. К тому же и в христианской традиции нетление не всегда означает святость. Например, по афонской традиции не разложившееся тело монаха это признак того, что он имел какие-то нераскаянные грехи. Обычно все монахи, которые жили на Афоне, должны быть обретены в костях. В том числе и святые обретаются в костях и почитаются их мощи именно в таком виде. Так, нетление мощей, если оно происходит со святыми, то оно является знаком награды от Бога. Если же оно происходит с явными грешниками, то может иметь значение как наказание от Бога. А может оно быть и от бесов для насаждения той или иной ереси или лжеучения. Поэтому, подводя итог, нужно сказать, что при виде чудес следует принимать во внимание не только само чудо, но и то, был ли совершающий его человек христианином, исповедовал ли он веру православную, жил ли он в соответствии с этой верой. Ведь сам Господь предупреждает. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Конечно, бесовские чудеса совершаются не только среди неправославных. И для того, чтобы смутить или соблазнить православных верующих, также дьявол и среди них может совершать какие-то чудеса, через них, допустим, являться им какими-то видениями, откровениями и так далее. И здесь нужно быть, конечно, особенно осторожным. И следует руководствоваться велением Господа смотреть на плоды, потому что не может быть плодов добрых от древа дурного. И не может быть дурных плодов от доброго древа. Если в результате какого-либо чуда мы видим, что люди уходят из церкви или начинают надмиваться, тщеславиться и так далее, впадают в какие-нибудь грехи, то это явно, что это чудо не от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok